Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите выпуск новостей международной группы компании Skyway. Как мы обещали, мы держим вас в курсе всех ключевых событий в жизни нашей организации. До нас дошли слухи, что на нашем опытно-экспериментальном производстве происходит что-то интересное. Были зафиксированы, затянуты драпировкой какие-то модели полноразмерную величину подвижного состава. Это говорит о том, что либо там начинается полноценное производство юнибусов, либо как минимум грядут какие-то испытания. Опять же, модели в полную величину. Опять же, повышенная активность в сфере производства уменьшенных моделей подвижного состава. А также устанавливается какая-то новая модель путевой структуры с помощью совершенно непонятных для человека со стороны манипуляций, лазерных технологий и компьютеров. И что самое поразительное, все это происходит под непосредственным руководством самого генерального конструктора технологии Skyway Анатолия Эдуардовича Юницкого. Приглашаю вместе со мной, надеюсь, всем будет интересно. Мне, по крайней мере, весьма. Уже очень давно людям знаком процесс изготовления моделей и макетов. Они собирались еще в Древней Греции для представления архитектурных проектов. В период возрождения производства макетов и моделей начинает принимать уже профессиональный характер. Иными словами, данная деятельность имеет богатую и многолетнюю историю. Но в наше время, с развитием современных технологий, макетное моделирование терпит существенные изменения. На первый план выходит использование высокотехнологичного оборудования. Тем не менее, в нашей организации решили не выплескивать ребенка вместе с грязной водой и не полностью заменять реальные физические модели виртуальными. Вы видите бережное отношение к традиционному мастерству, сохраняемое в труде поистине золотых рук мастеров-ремесленников закрытого акционерного общества струнной технологии. Тем не менее, изготовление моделей сегодня вплотную связано с использованием информационных, лазерных и других технологий, которые, кажется, еще не так давно находились за пределами реальной жизни. И абсолютно естественно, что наша организация, занимающаяся разработкой прорывных технологий, также использует подобные методы модельно-макетной работы. Вы поймете, о чем идет речь, когда увидите так называемые ночные испытания подвижного состава. Конструкторская мысль всегда многомерна. Традиционные двухмерные чертежи, на которые обычно опираются изобретатели, не в состоянии убрать разрыв между задумкой и ее фактическим воплощением. Изготовление моделей макетов опытно-экспериментальным отделом посредством применения передовых технологий дает нам возможность как можно быстрее перейти от идеи к их воплощению, сократить трудозатраты, учесть будущие ошибки в процессе проектирования и, как результат, уменьшить стоимость развития прорывных транспортных технологий SkyWay. Макетно-модельное производство требует не просто точности воспроизведения замысла разработчика проекта, но также и творчество выражения этой идеи. Объединение прогрессивных технологий с привычными вариантами изготовления выводит работу опытно-экспериментального отдела на качественно новый уровень, позволяет уменьшить сроки проектирования, а также представить проектируемый объект с учетом всех без исключения информационно-визуальных характеристик. Макетирование интерьера Юнибуса позволяет показать его использование и развитие, уточнить масштаб и взаимосвязь внешнего и внутреннего пространств. При макетировании путевой структуры достигается единство планировочного замысла с природной и градостроительной ситуацией. Опытно-экспериментальный отдел SkyWay создает модели как уменьшенные, так и в полную величину, применяя последние инновации в сфере моделирования в сочетании с традиционными методами макетирования. Добрый день, Анатолий Эдуардович. Мы здесь собрались по торжественному поводу. Не могли бы Вы объяснить всем нашим зрителям, многочисленным поклонникам нашего проекта, проекта SkyWay, инвесторам, акционерам, партнерам, Что здесь сегодня происходит и где мы находимся? В нашей мастерской мы изготовили очередную действующую модель, немнодействующую модель навесной транспортной системы SkyWay. Мы покажем ее испытание. Это вот масштаб 1 в 10. А что нового в испытании этой модели в сравнении с теми моделями, которые мы уже испытывали, как я понимаю, с подвесными? В чем особенность данного момента? В чем его значимость? Ну, здесь отличия есть и в дизайне, в аэродинамике, в обводах, это видно. Можно сравнить со старыми моделями. И отличия в путевой структуре, в опорах. Здесь уже стоят демпферы. Здесь есть противовыгиб строительный. Вы увидите, мы там с помощью лазера покажем, что в исходном состоянии путь, он выгнут вверх в середине пролета. А при движении юнибуса, вот эта деформация убирается, и юнибус едет, колесоед по идеально ровному пути. И здесь это уже показано и сделано тоже в масштабе 1 в 10 путевая структур. Мы представляем вашему вниманию две путевые структуры. Подвесную, где диаметр струны 3 мм, длина пролета 18 мм, усилие натяжения на каждую струну 300 кг. И навесную, с шестью пролетами по 3 м, таким же диаметром струны, алюминиевым профилем 15 на 15 мм и усилием натяжения в 400 кг. К сожалению, мы не можем оглашать дальнейшие подробности, равно как и взаимосвязь уменьшенного образца с реальной путевой структурой, ибо это уже вплотную подводит к раскрытию на ОХА. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Какие-то не могли бы вы для людей, которые не очень в этом разбираются, для новичков, возможно, в технологиях SkyWay, объяснить, что сегодня здесь произошло, и как вы оцениваете результаты испытаний? Это не прицел, это лазерный нивелир, то есть он дает газонтальную плоскость, да? Для того, чтобы увидеть деформативность. Любая стакада деформативна, любая, так? Если взять капитальные мосты, то требование жесткости пролета 1,800, то есть под расчетной нагрузкой пролет, допустим, 800 метров прогнется на 1 метр, 1,800. Вот мы навесные системы проектируем с такой же жесткостью, это капитальный мост, но он все равно деформируется. И для того, чтобы проверить правильность расчетов, мы с помощью лазерного нивелира смотрим в начинку деформации, потом знаем нагрузку, знаем расчетные методики, мы можем почитать, правильно ли мы спроектируем. И верхний путь, это более деформативный путь, здесь гибкий рельс, здесь жесткий рельс, здесь гибкий рельс, да? Он близок к канатной дороге, но это не канат, видите, это стальной рельс. Так и по нему едет колесо, поэтому оно едет ровно, без шума, с большой скоростью, с малыми потерями на сопротивление качения колеса. И вот все измерения показывают, что мы правильно проектируем и деформации пути в пределах допустимых, то, что заложено в проекте. При этом мы используем методики для действующей строительной нормы правила моста и трубы по проектированию и расчету моста. Музыка 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 На сегодня это все. Мы покидаем с вами опытно-производственный участок ЗАО Струнной Технологии, убедившись в том, какие сложные и важные задачи решает это подразделение в рамках проекта SkyWay. Следите за обновлениями наших новостей на официальном сайте группы компании SkyWay. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Моделируйте свою жизнь вместе со SkyWay. Строй SkyWay. Спасай планету. Спасай планету.